Ну что, друзья, а теперь мы с вами пойдем на море. Пойдем на море? Ой, так хочется на море уже. Так. Здесь дорога. Ирочка, как тебя в детстве учили? На право посмотреть, потом на лево. Право-лево путаем все на солома, да? Точно. Друзья, дорога здесь, трасса не активная, но все-таки вот-вот здесь ездят автомобили. Поэтому вы тогда, когда будете идти на пляж, посмотрели налево. Налево, да, Ирочка. И на полу. Там направо, все. Так, дорогу мы перешли. Ну, а сейчас мы подойдем к морю и покажем вам море. Итак, дорогие друзья, вот мы вплотную подошли к побережью моря. Мы сейчас стоим на пляже, как раз напротив нашего отеля. Вот, пожалуйста, вот я сейчас веду камерой. Вот приближу сейчас поселок Межводное. В данный момент я стою на пляже, а вот у нас вид камеры на наш мини-отель. Вы видите, насколько у нас близко море. А Ирочка вот стоит, облокотилась на зонтик. На пляже сделаны зонтики, навесы. Эти навесы сейчас будут приводить после зимних ветров в божеский вид. Пляж, видите, у нас очень достаточно широкий. А Ирочка пойдет сейчас пробовать водичку у нас. Пляж из себя представляет мелкий песочек с ракушечкой, с такой ломаной перемеленной. Песочек этот не то, что и в Патарийске. Он когда высыхает, сам осыпается и не остается на ногах. Пляж оборудован раздевалками, как я вам показывал, навесиками. Ирочка готова? Все, Ирочка побежала пробовать водичку. Но могу сразу сказать, водичка очень холодная. Холодная. Ну что, дорогая, холодная? Холодная. Но если быстро подырнуть и обратно... А ты, может, нырнешь? Нет. Нет, не нырнешь, да? Ну ладно, выходи, Ира, не простудись. Давай, выходи. Друзья мои, мы сейчас находимся в Межводном и показываем вам море в Межводном. А наш товарищ, ведущий блогер Крыма Александр Сит, сегодня ездил в Алушту и открывал там пляжный купальный сезон. Видео про то, как это происходило, вы можете посмотреть на его канале. Ссылочку я оставлю в описании. Так что, переходите по данной ссылочке. Смотрите его видео. Он снимает очень красиво и позитивно. Друзья, и прямо перед самым пляжем вы увидите... Вы видите зону зеленых насаждений. Вот деревья, да? Вот у нас в тени деревьев. Ну, правда, деревья еще не сильно расцвели, не сильно распустились. Приезжают люди на автомобилях. Сегодня майские праздники. Они готовят шашлычок у нас. А летом здесь очень много людей с автомобилями и с палатками. Они сюда приезжают на отдых, разбивают палатки. Здесь живут в своих палатках. Пару раз я видел, даже люди приезжали со своими домиками, трейлерами. И здесь отдыхали, останавливались на неделю, на две. Крымчане же сюда любят приезжать на выходные. Так вот, мы сейчас идем с пляжа уже. И сейчас мы пойдем в поселок, в центр поселка, покажем вам. Вот какие-то цветочки, ира, не нюхай. Это бузина. Они воняют. Да, они воняют. Нет такого слова. Плохо пахнут. Плохо пахнут. Плохо пахнут. Вот как видите, сейчас люди у нас, как я говорю, отдыхают. Шашлычок пожарили, кусают. С праздником вас! Спасибо. С праздником. Удачи! Вот, и нам пожелали тоже взаимно. Удачи. И вам тоже удачи. И вкусно покушать шашлыка. И еще. Вот мы проходим сейчас по дороге. И, пожалуйста, чтоб не было прямой рекламы мини-отеля Мариана. Вот, пожалуйста, вот такой вот дом отдыха. Вот сайт, вот телефоны. Значит, вот так выглядит вот этот вот дом отдыха. Он сделан вот такими вот коттеджами на территории. Конечно, большой минус этого мини-отеля, что здесь очень мало зелени. Все закатано в тротуарную плитку, в бетон. Опять же, здесь мы видим майские праздники народа. Никого нет, потому как крымчане на майские праздники сюда редко доезжают. Но вот я вижу души после пляжа, ногомойки уже здесь есть, оборудованы. И все приводится в порядок. Так что можете заезжать сюда. А мы с вами идем дальше в центр. До центра идти от нашего мини-отеля. Ну, прогулочным шагом минут 7-8. Что хочется сказать вам еще? Значит, помимо мини-отелей и пансионатов здесь вот сейчас мы будем проходить. Вот, международное нам известно. Я вам покажу еще вот. Вот, пожалуйста, вот уютный дворик у Натали. Вот телефончики. Сейчас я покажу, что там находится у нас внутри. Вот вы увидели, что там находится внутри. И мы идем с вами дальше. Дорогие друзья, что хочется вам сказать. Поселок Межводное. Он раньше был малозаполняемый. И в старые времена сюда приезжали в основном жители Белоруссии и Украины. Так как он находится ближе к северу Крыма. И сюда было проще доехать этой категории людей. Сейчас же на российских каналах вовсю у нас дается видео и реклама этого поселка. И в последнее время очень сильная заполняемость уже гражданам Российской Федерации. Голодными вы здесь не останетесь. Это я говорю точно. Во время сезона здесь очень много точек общепита. Мы сами здесь питались. Да, Ирочка? Да, достаточно вкусно и бюджетно. Да, вкусно, бюджетно. Отдых здесь, в принципе, видели. Я вам озвучил цены в нашем мини-отеле. Но есть отели здесь и подороже. Есть и подешевле можно найти. Продукты здесь можно купить. Вот сейчас мы непосредственно подходим к центру, к автостанции. Здесь возле автостанции есть небольшой рыночек. Есть продуктовые магазины, где можно купить продукты. Так, вот мы дошли до центра поселка Межводная. Вот моя камера сейчас направлена. Вот стоят бутики. Это небольшой сельхозрыночек. Здесь можно купить овощи и фрукты. Вот сейчас я вам покажу автостанцию поселка Межводная. Направление от автостанции Армянск, Евпатория, Симферополь, Черноморская. Вот она сама у нас автостанция. Вот автостанция Межводная. Вот кассы автостанции. Ну, а вот непосредственно сейчас я перейду дорогу, посмотрю налево и направо, перехожу дорогу. Ну, а вот непосредственно сама центральная улица поселка Межводная. Вот мы подошли к центральной улице Межводного. Конечно, бутики я вижу уже все закрыты. Сейчас пойдем смотреть, что там, как там. Зайдем на центральный пляж. В том году он был шикарный, просто шикарный. Не знаю, как сейчас, все-таки 1 мая. Вот нас на этой улице встречает вот такая вот арочка приветственная, где написано Межводное название поселка с чайками наверху. Значит, по правую руку от меня начинаются магазины. Кстати, магазин по правую руку там написано, свинина, мясо, свежее мясо, маринованное мясо. Мы там всегда по приезду сырой, межводное берем, сало копченое. Очень вкусное, рекомендую. Также здесь у нас есть вот такой сквер. Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Ну вот магазины. Вот, пожалуйста, крымские сувениры закрыты. Продукты у нас, продуктовый магазин тоже еще закрыт. То есть это все у нас центральная аллея. Она предназначена для туристов, для летнего отдыха. Магазин книги. Потом магазинчик косметики и сувениров. Вся аллея красивая, вымощена плиткой. Благодарность главе сельсовета межводного. Он очень следит и требует порядка в своем поселке. Вся эта у нас аллейка, центр оборудована фонарями, которые вечером светятся. Всегда в межводном была огромная проблема с банкоматами. Здесь в прошлом году работал только один банк, отделение Генбанка России. Это наш крымский банк. Сейчас же я не могу вам сказать, есть ли еще у нас банкоматы или другие банки. Мы пройдемся, посмотрим и вам покажем. Как видите, все ларечки, которые у нас, так сказать, сориентированы на отдыхающих, и на курортный отдых пока еще закрыты. Так как я вам говорил немного ранее, сезон здесь начинается, ну, буквально только с июня месяца. И то не с самого начала, а где-то с середины июня. Вот мы видим, есть здесь пиццерия, магазин продукты. Ну, я еще раз повторюсь в очередной раз, что все люди ждут открытия курортного сезона. На майские праздники, как я говорил, сюда редко доезжают отдыхающие. Поэтому все вопросы, где люди, почему ты показываешь нам поселок без людей, могу ответить вам прямо. Сезон еще не начался. Вот, пожалуйста, еще туристический отель Лика-Лика. Крым Межводная. Сейчас я подойду, вы сможете увидеть сайт и номера телефонов. И если у вас возникнет желание отдыхнуть в Межводном, можете отдыхнуть и здесь. Вот так выглядит этот отель у нас. Ну, а вот непосредственно центральная площадь у нас поселка Межводного. На этой площади находится вот передо мной школа. Здесь проходят различные мероприятия, концерты. Вот, дошла я, наверное, до школы. Здесь вот часовенка. Два оленя-оленя. Вот, лавочка такая классная. Сердечечком лавочка. Сейчас присяду. Загадаю желание. Надеюсь, вы не слышали. Также у нас здесь есть аптека Виста. Вот есть кафе-бар Астория, который уже в данный момент работает. И открыто у нас. Ну, а вот, пожалуйста, как раз, куда смотрит моя камера. Это у нас вилла Астория. Вот, ребята, приехали. Отдыхаю здесь на майские праздники. Также для любителей кофе, хорошего. Я тоже любитель хороших сортов кофе. Вот здесь сделана кофейня Art Coffee. Действительно, я сам заходил сюда, пробовал кофе. Кофе здесь очень хороший. Здесь очень много видов кофе готовят. Ну, как мы видим, вот у нас все кафе перестраиваются заново. Здесь было кафе, но сейчас его перестроили. Ремонтируют. Вот, ребята говорят, через сколько? Через две недели будет готово. Через две недели это кафе будет готово. Так что к вашему приезду оно уже будет открыто. Здесь будет вкусно кормить. И поить тоже. Вот, и поить тоже, ребята утверждают. Также есть еще, значит, бар Калипсо. Ну, в этом баре нам немного отказали. Один раз я людей попросил сделать для дочки наших друзей молочный коктейль. Но люди сидели, просто били балду, баклуши. Сослались на то, что у них нет ингредиентов. Хотя рядом есть магазин. И на молочный коктейль можно было просто купить молочка. Значит, вот мы сейчас, в данный момент, подошли к магазину СМАК. Вот магазин СМАК у нас. И также столовая по-домашнему. В этой столовой мы сырой кушали. И могу сказать, цены здесь достаточно бюджетные. И все очень вкусное. Сейчас я зайду в эту столовую. Там, по-моему, видел я цены у нас. И покажу вам цены. Вот мы заходим. И вот у нас щит с ценами. Буквально вот, практически напротив столовой, мы видим мечеть. Вот такая вот у нас мечеть. В поселке Межводном. Все утопает в зелени. Все красиво. В Межводном сдаются комнаты и номера. Не только в отелях. А также, если поездить по частному сектору, можно найти достаточно бюджетное жилье для отдыха. Именно в частном секторе. Ну, это вы по приезду в Межводное можете сами договариваться. Сами ездить, сами смотреть. Ну, куда уже дешевле. Межводное и так, будем говорить, так периферия. Но нам с Ирой нравится этот поселок. Почему? Здесь достаточно тихо. Широкие пляжи с белым песочком. Как я говорю, который на ногах не остается после высыхания, а песочек сам отпадает. Море здесь чистейшее. Та морская трава, водоросли, которая называется камка, которую вы видели, она убирается практически каждый день, если выбрасывает волнами на пляж. Ну, и также, кто приезжает сюда с детками, вот мы дошли. Здесь есть вот такое вот колесо обозрения у нас. То есть, можно вечером пройтись по центру и покатать деток на колесе обозрения. Свет моря просто шикарный. Насыщенно синий. Сейчас вы посмотрите. Вышли мы на центральный пляж. Здесь вот такой вот пансионатик. Не знаю, как он называется. Но он есть. Так, идем дальше смотреть. Вот такое здесь море. Пляж такой. Так. Песочек. Почти беленький, пушистенький, красивенький, блестящий. Супер. Вот, смотрите. Здесь вот тенты. Они все накрываются. Все это такая красотень получается. Думаю, в летний сезон мы приедем, посмотрим. Будет супер. Реально супер. Здесь и ногомойки, и души, и туалеты. Все бесплатно. Вот там вот столовая чуть дальше. Мы там кушали. Реально вкусно. Классная была рыбка под овощами. Лежим покажу. Столовая Маракеш. Классно готовят. Реально классно. По домашнему. И цены вообще. О, сказка. Очень бюджетно и вкусно. Центральный пляж. Здесь потом все, весь песочек просеет, камушки уберут. Будет красотень. Как в том году мы приходили, к сожалению, центральный пляж не снимали. Людей было. Мерено, немерено. Просто много. А, и бесплатный Wi-Fi здесь, кстати. Что немаловажно. По крайней мере, был в том году. Не знаю, как в этом. Дорогие друзья. У нас с супругом есть основная работа. А вот по выходным дням мы едем, снимаем для вас. Чтобы показать наш любимый Крым. Чтобы показать достопримечательность. Где мы отдыхаем, где мы питаемся, где мы покупаем вещи. И все остальное. Дорогие наши. Подписывайтесь на наш канал, кому понравилось. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наше видео. Ну и пишите комментарии. Мы все ваши комментарии читаем. Дорогие друзья. Вы знаете, что мы сыры на нашем канале. Всегда вам рекомендуем только хорошие места для отдыха. Места для вкусного и хорошего, полезного питания. Запомните, пожалуйста, вот эту столовую. Сейчас она у нас закрыта. Не работает. Так как я повторяюсь, еще не сезон. Она называется столовая два льва. Здесь я вам категорически запрещаю питаться. Почему? Сейчас потихонечку я буду идти и вам об этом расскажу. Значит, это летняя кафе-столовая. Которая вовсю оккупирована мухами была. Когда мы сюда приезжали. Мухи летали здесь повсюду. Даже не были расклеены клейкие ленты для мух. Персонал грязными руками без перчаток накладывал вам еду. Тем более ложки использовались как для горячего, так и для холодных блюд. Одновременно тряпки, которыми грязными вытирались. Они аж серые были. Столы, подносы грязные. Использовали также для протирки посуды, в которую накладывали вам еду. Посему я могу вам сказать так. Как главный кулинар Крыма. Точнее даже не кулинар. А как называют, кто делает обзор кафе? Ревизора, наверное. Да, ревизора. Категорически не рекомендуем. Палец вниз. А теперь, друзья, мы выдвигаемся из центра международного в свой мини-отель. И будем ставить мангал разжигать. И жарить первомайский шашлык. Итак, дорогие друзья, вот мы сейчас разожгли мангал. Вот наш шашлычок. У нас сегодня на ужин шашлык свиной. И также шашлык куриный. Также баклажаны и помидоры, запеченные на углях. Дорогие наши друзья, а на этом наш первый день пребывания в поселке Межводном заканчивается. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем до свидания. Увидимся с вами завтра. Смотрите наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok